Саша решил, что он дюймовочка. А где, кстати, мои очки-обзорщика, блядь? Йоу, ребята, всем привет! С вами ваш парниша... ПЕБ! Короче, сегодня у нас будет чайная смесь. Чайная смесь от Ильфума. Эльфума это те, кто закидывали тот странный невнятный кальян-палку, который был с ножкой от стула в качестве деревянного к ним дополнения. Сегодня мы попробуем от них табачок. Этот табачок, фу, табачок, чайная смесь, 120 рублей за 50 грамм, в принципе, как они есть плюс-минус такой фасовки. Данная штука выходила в тот момент, по инсайт-информации, когда еще чаечков-то особо не было и должна была составить конкурейшн всяким разным альфакерам, адалиям и прочим. Что ж, будем посмотреть. Если честно, чего нельзя делать до обзора, тестить табачок. Я его уже один раз попробовал, когда он только пришел. Мне было очень интересно, что же сделали ребята, так скажем, с северной части нашей страны. И заранее был разочарован. Очень надеюсь, что это не повлияет на меня как-то немножечко предвзято. И, в принципе, мы будем расценивать именно вкус. Вкус, да. Но сама смесь меня не приколола по нарезке, так что я вот заранее скажу, что странно. Короче, то, что она не очень, какие минусы я сразу в ней заметил и написал производитель. Это все оправдывает тем, что она стоит 120 рублей за 50 грамм. Поэтому, ну, вообще, отъебись, что ты хочешь по этому поводу. Ну, хоть какой-то товар. Все, давайте смотреть, что у нас там по крупноте нарезки, что у нас в целом по консистейшн. И потом вместе с Джулиане будем пробовать и будем рассказывать вам про вкусы. Поэтому у нас здесь уже заранее подготовлено. Я включаю уголек. У нас вот тут 6 штучек. Будем 2 менять колодочки. Ну, короче, все как задумано. Вы знаете, о чем речь. Здесь у нас сегодня что будет в целом? Холодная дыня. Холодный арбуз. Black currant. Черная смородина. Черри. Странная, кстати, пачка у черри. Прошу заметить. Как будто бы это была пачка от кого-то другого. Потому что здесь вот есть наклеечка черри. То есть у всех напечатано, а черри как-то вот криво сделано. Не знаю, может быть мы там сейчас увидим что-то под низом. Что нам даст какую-то подсказку. Заглянул Иван под диван. Только хуй, что увидел он там. Короче, нет тут ничего. Очень странно. Потому что вот тут вот еще наклейки. Еще что смутило и меня, и Юльку немножечко. Сейчас скажу. Дата изготовления 30-е, 10-е, 2019-го года. Два года этой смеси. Что ж, у нас здесь есть пять прямоточек. Турочка. До сих пор не понимаю, что это за турка. Ребят, напишите, что это за турка. То ли Космо, то ли что. Это самая охуевшая турка, которую я пробовал. Жалко, что она у меня треснула и стала течь. Турочка раз. Турочка от Хулигана новая X-облако два. Турочка от Космо АЕ. Прямоточка-Убивашка от Мун. И еще одна громадная турочка от Мун. Будем сейчас. Давай, разбей тут все. Мы их богатые купим еще. Не, еще мы не купим. Просто нам на них еще обзор надо снять. Поэтому мы их не будем бить. Короче, все, угли у нас уже греются. Давайте забивать. Свою любимую маленькую турочку я, наверное, забью. Да хрен его знает. Наверное, она уже открыта. А, кстати, у ребят солевой никич. Они не стесняются. Они об этом прямо заявляют. Потому что пишут 0,4%. По Satisfaction пишут, например, 1%. Для сравнения. Одноразочки, которые вы, возможно, посасываете, они 2% по солевому никичу. И они прям шарашат в башку. Дай боже. От вот такого облачка пара. Представляете, что будет на кальяне, когда, типа, ууууу. Такое облако 1% никича. Я думаю, нас сейчас положат нафиг. Благо, у нас только два вкуса таких есть. Я боюсь курить. Все будет нормально. Не ссыли гуха. Смотрите, ребят, о чем речь. У нас здесь речь про желе. Я не знаю, что это за странное желе. Выглядит совсем непрезентабельно. И меня это очень сильно насторожило еще в первый раз, когда я открыл пачку Satisfaction. И вот это вот дело все. Ну, хрен знает. Это холодная дыня. Может быть, потом это будет по-другому. По ощущениям она в руках звучит реально, как какое-то желе. И меня это немножко настораживает. Даже вот у него блеск такой какой-то странненький. Нарезка крайне крупная. Просто здесь прям вообще валяются супер-мега большие бревна. Ну, наверное, да, как в альфакере, типа того. Но вот я сейчас вот тут вот вижу совсем не типа того. То есть вот это вот все, вот это, это один кусок неразрезанный. Такой же шмат. Ладно, попытаемся все это дело туда заложить-положить. Насчет пушиста, конечно, я думаю, можно забыть заранее. Потому что там просто такие грозди. Короче, ребят, смотрите. Вот такие вот здесь можно, таких, блядь, осьминогов можно выловить. При этом они именно прям толстые. И, блядь, очень сложно разрываются. Я хреном их знает, как это все будет куриться. Да нет, я в принципе знаю, как оно будет куриться. Потому что я это уже прокурил. Но это не дело. То есть, ребята из Эльфума, вы че, блядь, прикалываетесь? Ну, то есть, это уже давным-давно 120 рублей не служит оправданием. Сейчас есть табу, которая стоит 140 за 50. Это охуенная смесь. Следующий, кого мы забиваем, это у нас будет как раз вишня. Смотрим. Может быть, вишня будет как-то иначе выглядеть. Меня вот что еще взбесило, то, что ты когда трогаешь пачку, тебе кажется, что там нарезочка-то прям такая приятная. Все прям такое жиденькое. Как у Blackburn, блядь. А вот это, когда открываешь, это пиздец. Ну, да, в вишне тоже самое. Ничего, ну, хотя нет, здесь уже как будто бы чутка покультурней. Не, ну, здесь хотя бы она хоть как-то разделяется, вот в вишне. То есть, в дыне вообще прям было пипец. А в вишне вроде бы она хоть как-то разделяется на какие-то лепесточки. И я вот пока что не нашел каких-то прям, ну, отвратительных пней громадных. Не, пахнет хорошо. Но в вишне это такой вкус. По-моему, кто-то мне даже говорил, хочешь понять, норм табак или не норм, возьми у них вишню. Следующий, кого мы забиваем, Blackburn, черная смородина. Он прям даже так хлюпает весь. Ну, вот, ну, ну, что вот это такое? Ну, что мне его резать, что ли? Ну, вот как вот эту вот, блядь, пизду Таню Былановой вот туда засунуть? И нормально потом покурить? Ice Water Melon мы сейчас будем забивать. Фуууу. Какой-то химозный пиздос. Ну, блядь, здесь прям с порога, на нахуй. Ну, типа, ладно бы просто были листья большие, но это именно сгусток, ну, какой-то жесткой хуйни, как будто это прожилки. Ну, это реально вот просто, блядь, какой-то волосяш нахуй. Пиздец, я его даже ложить туда не буду. И вот опять, блядь, какая-то жопа тут. вот хуяк пахнет пиздец ну типа из пачки пахнет ну просто блять смертельным пиздецом каким-то где хуй знает очистителем или чем в омывайкой в натуре пахнет омывайкой последний вкус на который я бы рассчитывал strawberry cookie клубничное печенье либо печенье с клубникой мне кажется исходя из этой кальяной смеси наверное нас здесь ожидает пара папа 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 вау нет вопросов нет выпечка ну клубники только нет особо не ну выпечка очень классная выпечка прям маргарина вам на все бабки блять ну и здесь вроде вроде бы блять не сглазить бы но как будто бы здесь нарезочка уже какая-то вот ну рассыпчатая адекватная к пальцам не пристает типа не клей яйца здесь уже поменьше желешки хуй его знает может быть просто аромки такие странные да партии разные ну хотя нет подожди ну на тебе блять еще одну медузу нахуй блять ну просто там целый пень вот это вот вот это блять вот куда нахуй мне его блять на ногу как портянку намотать ну это вот размером с палец блять хуёвина и так ребятки котятки мы немножко сменили локацию для того чтобы вас не заебывала одна и та же локация и я не уверен что она конечно же уже прогрелась но мы будем пробовать и первый вкус у нас дыня холодная дыня 4 процента солевого если там много пара в этом табаке очень ароматный мне покажется только мятой полоскал не разогрел сюда видимо мы слишком сильно спешили для того чтобы у нас наоборот чашки не сгорели мы прям спешили спешили по-быстрому все это дело собирали накидывали сделаю себе импровизированную историю которая у вас по моему не попадает в кадр если не изменяет память и чтобы у нас еще помещался весь чалия тру-ту-ту собака такая как день прошел заебумба не на самом деле не понимаю почему она так себя ведет а ты кстати не помнишь в прошлый раз когда я первое ну впервые забивал там типа норм было нет мне казалось я ничего не помню теперь я тоже курю и тоже ничего не помню минус мозги да нет чашка еще пока что прохладная не нормально подождем подождем пока что рано делать какие-то выводы чашка еще пока что прохладная не прогрелась под моим супер колпаком боб соси у нас 55 минут осталось ну у нас 55 минут осталось по карточке а по аккумулятору возможно и даже не 55 пахнет какой-то молочкой на самом деле я пытаюсь его растянуть хоть как-то а он не растягивается и что ничего ну уже лучше к этому моменту обычно уже вовсю шпарят тот же самый северный или кто-нибудь еще ну подождем не знаю может быть подольше стоит погреть подождем подождем же таки за 2019 года лежал устал ждал своего часа не ну чашка-то уже хорошая чашка такая уже как бы я готова лупить ну холодно как будто пососал холст и сделал она стоит под колпаком уже минут 7 обычно к этому моменту у меня что-либо она уже сгорает нахуй ну то есть а это все никак не может разойтись раскурить дымности нету на фоне я думаю белой-синей стены в ее втройне наверное не хватает этого дыма холодок есть насчет дыни не уверен не по дымности явный проем понятно что из-за таких вот лохмотьев громадных то есть даже с учетом того что это стоит 120 рублей и это якобы супер бюджет поэтому с него нечего требовать вот чашка сейчас она даже снизу прям ну горячая прям горячая там даже немножечко все шипит но в целом я все равно не чувствую никакого дымка и нажористости нету хотя там возможно даже есть небольшое касание ну и при этом я делаю тяжки прям большие-большие увы и ах нет дыня точно идет мимо ничего кроме холода да даже на послевкусие ничего нету в целом ничего нету короче дыни ни о чем все вообще мимо просто мимо не так ты горячо ну мне прям руку ждут не так горячо как плетит вода в которой ты можешь ты чертый сухарь твои руки от старости огрубили это арбуз да так в данный момент мы уже надели арбуз холодный арбуз который пах стеклоочистителем из пачки прикол в чем это самая дымная чашка потому что очень большая загрузка здесь 25 грамм загруза и она хорошо прогревается муновская чашка если честно меня с первого вкуса вот сейчас неприятно как-то накатывает остаточное явление но тоже есть холодок но на вкус это не знаю такие для душа мыло какое-то кремом иногда я лицо помажу если на губы попадет очень похожий вкус еще мне щипет язык да немножко пощипывать язык я не знаю в чем прикол я не хочу накрывать потому что она уже прогрелась то есть ну вот тут вот в середине за нее уже сложно держаться снизу она снизу еще прохладная но смесь должна была уже прогреться меня напрягает то что с нее вообще нету никакого дыма вот видите чашка настолько большая что колпак на нее даже не налазит сейчас погреем чашечку и попробуем еще раз это прям плохо я согласен что это непонятное нечто то ли гель для душа то ли мыло то ли хрен знает что ну то есть это вообще не хочется парить тем более от других табачков от других чайных смесей нету такого эффекта то есть это как бы средненько это 0 4 и меня уже прям в под бросает от солевого никища типа ну такое прям вот неприятно ну не кури больше и это 0 4 а у нас там еще один процент стоит дыма нет вкус говно попробуй я попробовал уже все сказал а если прямо так вот супер по пасту хочешь я не хочу курить это не хочешь сидеть на солях да просто оправдывать это тем что стоит 120 рублей это тоже бредово ну почему в принципе должна тратить даже 120 рублей на то что хрень полнейшая да это какие-то сухари ну типа это не курица не может быть если бы был еще вкус норме кто я бы рискнул своим здоровьем сейчас перед передоз никотиновый получить но не вкус сам по себе просто мимо и это мне кажется они еще прислали скорее все самые нормальные ну мне кажется они знали блять кому заезжать и так черная смородина уже надета надета она или одета доху его знает короче на жесточайшей чашки хулиган вместе с облаком эта чашка по моим тестам сейчас уже она мне не немножко не понравилось тем что на ней в легкую перегрев поймать я прям дико печет прям вот перепекает хрен его знает сейчас посмотрим она горячая вот я сейчас когда ее ставил не ну давай конечно погреем ладно чисто ради эксперимента здесь нет холодка и это уже радует и очень легкий вкус смородины у тебя пока что еще и дымка нет чтобы там был насыщенный вкус да холодка нет черная смородина есть нормально это лучшее но дыма нет типа дыма нет у меня уже на кур есть я чувствую что я уже накурился блять я так на видосе с северным даже не охуевал я уже чувствую что я накурился но дыма нету никакого то есть кайфа от курения никакого ты не получаешь то есть я вот те чашки снимал там верхний слой он как будто бы уже подпекается да там все печет все проходит ну весь жар проходит но ты мне эту блять смотрите уже на этом этапе я могу сказать если вы собираетесь дальше делаете эту чайную смесь в целом кальянную смесь нарезку меньше точно в два раза лучше блять вообще в три раза распакуйте смесь от чебака распакуйте смесь от табу распакуйте смесь от бруска посмотрите как они делаются в целом то есть я так понимаю здесь сиропа недостаточно курица она долго не будет это точно я прям слышу что там все шкварчит в итоге пососал хуй короче это очень очень слабый вкус конфеты бон пари виноградно-смородиновый вот какой-то из них типа не нам сморочено похоже да не спорю не знаю у меня прям дикое огорчение потому что я реально долго ждал и долго ждал и с нетерпением ждал когда ко мне придет это satisfaction когда я впервые его открыл я получил разочарование сейчас на обзоре была все-таки надежда что другие вкусы покажут себя как-то по-другому это разочарование если говорить прямо и откровенно полная хуета не я просто пытаюсь понять может быть она очень долго блять разогревается может быть она так скажем жаролюбива поэтому я жду сейчас я же не буду этого делать на однопроцентном на однопроцентной смеси мы сейчас подождем пока вот прям до гаррисона ее пропечет и посмотрим что будет подым просто это чашка реально чем они первый раз курили северный северный сладкий баблгам просто горел даже на двух углях за очень короткий промежуток времени я еще имел неосторожность накрыть его колпаком и прогреть его три минутки три минуты и я уже получил ебейший перегрев сейчас сколько мужа пиздоболем хуй его знает там по хронометражу и неприятно 0 4 процента неприятно наебуривает очень сильно подкрадывается и прям дает блять по затылку я не знаю как тебе но может быть потому что конечно делаешь по одной затяжке с каждой чашки но меня прям накатывает да мне уже даже типа такое сложновато говорить вот поэтому я всегда помню и держу себя в голове привет ребятам из вивали а клауд как они там нахуй все по урубались блять в обмороке когда только сливой нич пошел так что еще будешь меня сейчас на видосе откачивать не забудь поснимать как я буду типа пускать мне оказывать первую помощь что делать я не знаю что делать наблюдать нас даже на шторе да не 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 то что прямо это прям размотал но я чувствую что подкрадывается прям то есть ну блэккер вроде бы нормальный вкус и его бы даже покурить но вот подкрадывается солевой приход появился какой-то дымок но уже чувствуется прям вот перед гаррисом вот того гляди сейчас вот вторая третья затяжка уже будет горит да горит не когда горит вот дым вроде появляется возможность того что уже чай конкретно горит ну хватит чашка на перегреве ебошит дыма нет все закрыли тему больше тему с дымом не поднимаем говорим только про вкус блэккернт хорош но сам табак херня поэтому эту арому он не раскроет но не табак а чайный с ним так это у нас пошли 1 процентки страу барри куки будет на потом 1 процентка это вишня чё по вишне сладкая вишневая конфета мне не нравится что она очень сладкая и капец как люблю вишню больше чем черешни и вот этот вкус меня не удовлетворяет как тебя получилось блять только что дым выдуть хоть какой-то я весь забрала хуй то следующий да от солевого прям спирает дыхание даже не знаю это заметила нет но какая-то тошнотина до тошнотина прям есть наебуривает вот это смесь для тех кто хочет задешево наебуриться вот прям наебуриться и переебуриться вот тогда наверное да в целом по вкусам по ощущениям от курения и в целом по комфортности забивки и по внешнему виду общение просто помойку я думаю может может быть еще подождать ну вот типа ну ну может быть ну ну не нравится это зачем да может раскроется чего раскроется нет желания курить это дальше согласен у меня есть желание попытаться его потенциал раскрыть даже если возвращаться к вейпингу и к твоей линейки для бомжей она это была более качественное господи а здесь нет да когда я делал жиж для вейпинга была типа нормальная линейка джуси бэйдж и была еще хобо хобо ликвид хобо и ликвид который собственно и переводится как хобо это бомж бомжи же короче вот и там это было супер круто и вкусно качественно и она вообще стала хитом в свое время потому что за 200 рублей по моему за 60 она была и вообще народ ее расхватывал или по моему 200 за 30 ну короче она там на тот момент она стоила очень маленьких денег здесь ну как бы ну вообще ни о чем меня вот только накурил вишня в целом про вишню может быть не совсем хуета сама аромка вроде бы нормальная но исходя из табака бля я не могу понять что я вообще курю меня только накуривает а именно удовольствие от курения нет дыма нет вкус какой-то мало-мальски есть что-то какое-то там на привкусе по кайфа нет все это кстати опять они же заезжали с жижей и они когда заезжали с жижей ильфума я пересмотрел видос они прикольные очень мне медальончик прислали кайф я с ним еще долго гонял и в целом ребятам респектоз и в жижи у них даже было каких-то два вкуса нормальных но мы их тоже как бы не то что засрали а как бы в целом объективно сказали что не очень а здесь по табаку прям вообще не то есть случай сброска у них жижа была говно а табачок норм здесь вот жижа была типа так себя а вот табачок точнее смесь не буду уже лишний раз говорит что-то плохого ребят чтобы вам было понятно убивашка от мун в ней однопроцентный табачок однопроцентный по сырьевому страубери куки чашка уже даже стояла под колпаком под номадовским она еще не особо прогрелась судя по ощущениям я туда ебнул все угли все шесть углей которые сейчас у нас быть я посмотрим что из этого получится вкус подающий надежды по запаху из упаковки пахнет молочным чем-то на на вкус тоже не клубника просто вот молочная печенька юбилей а чё прикалывает на вкус здесь есть этот как вот блять было же громадный срач насчет этой аромки попкорновые легкие короче здесь вот есть вот этот блять диацетил а может быть и диацетил не помню как называется диацетиловые аромки ну типа блять короче почитать почитайте про болезнь про попкорновую болезнь легких я не хочу попробовать да и не не типа в малых количествах ничего страшного а у людей которые вот на производстве попкорна типа работали не была такая болезнь типа диацетила махибошку и в легких что-то там короче оседало и от этой аромки отказались и поэтому очень многие жижи стали не нажористыми а здесь вот именно есть вот это сука маргарина маргариновая сливочность вот прям сливочное масло на затяжке вкус хороший спору нет в кальяной индустрии я пока что такое не видел но это не печенье это просто сливочное масло клубники тут нет выпечки тут нет сливочное масло есть она прикольная пизда как накатывает мне даже блять брови печет вот я сижу и мне брови печет я не знаю что тебе прикольно это реально вот маргарин жирный но в этом и есть прикол он прям остается короче как подложка под какой-то десерт это было бы норм в целом короче кальяная смесь не очень очень не очень по пятибалльной шкале это 0 5 просто за то что она есть за ценник минус даже 120 рублей не оправдывает эту смесь нарезка говно просто там блять попадаются бревна громадные какие-то медузы непонятные сердцевины листов вообще все на свете плохо миласки во-первых мало во вторых она какого-то жили жили видны она какая-то желеобразная тоже не круто по вкусом случае с дыней с арбузом проёб black current черри то есть вишня черная смородина вроде нормас здесь очень прикольный диацетиловый маргарин ну реально а сама аромка прикольная короче я бы не тратил на это свое время или свои деньги даже такие маленькие за исключением того что тебе хочется побечу наебуриться никотином я только-то сказал что да если хотите накуриться берите смородину и все я бы больше ничего не брала ну 1 процентку вот берите 1 процентку наебуритесь в сласть и все но именно это не пропаганда курение курить плохо курите много курите вкусно с вами был славный дружебобес не на шестью угляхта дымок даже какой-то появился ёпты но я боюсь я сейчас свалюсь ну хватит насчет детей нет родятся кинь жраба со стрелом уберись и ты диацетиловый дети родятся с попкорном а попкорного дети вот такие дела спасибо ребятам из эльфума за то что прислали его на обзор только за это спасибо за саму смесь спасибо сказать не могу как не крутите блять даже если мне бы я не знаю полтос бы занесли за этот обзор я бы не смог кривить лицо так что это нормально но и тем более это не скрыть вы сами видели нарезку все короче чё тут разоряться видос так будет долгий до новых встреч всем пока и мы выжили наверно не знаю может я сейчас встану и ёпт